Здарова дорогие подписчики, по-прежнему с вами Диман и сегодня мы продолжаем играть на Блэк Раша и играю я на сервере Казань. И сегодня в этом ролике пойдет речь о глобальном обновлении, которое уже совсем скоро появится на проекте Блэк Раша. Но пока мы не начали о нем разговаривать, хотел бы пригласить играть вместе с нами. Для этого тебе потребуется перейти по ссылочке в описании, исключить лаунчер проекта для айфона, либо же андроида и не забыть указать мой промокодик. Это очень важно, хэштег промо и вот сюда нужно писать вот так вот хэштег Димк, благодаря которому ты получаешь халявную тачку, а также скин Брагенштерна, вип голд и многое другое. Ну а сегодня ребята, как я уже сказал, у нас пойдет речь как раз таки о новом глобальном обновлении. Ну а пока я буду рассказывать тебе секретную информацию, поучаствуй в моем конкурсе на 3000 блэк коинов. Для этого поставь лайк, подпишись на канал и напиши как можно больше комментариев, словами участвую. Чем больше будет комментариев, тем больше шансов на победу. Ну погнали! Что же нам известно о глобальном обновлении? В прошлом ролике я говорил то, что оно у нас выйдет в октябре до Хэллоуина. Я напомню, что Хэллоуин у нас, ну это 31 октября. И на самом деле уже куча была слитой информации касаемо как раз таки Хэллоуина, а также нового Блэк Пасса. И позже уже нам было сообщено, что на самом-то деле глобальное обновление будет после Хэллоуина. Хэллоуин и Блэк Пасс, а обновы будет после Хэллоуина. А то есть это получается в ноябре этого как раз таки года. И честно говоря, у нас уже была информация, что обнова выйдет либо в октябре, либо в ноябре этого года. И вероятнее всего ее на данный момент тестируют, проверяют, убирают все ошибки и дорабатывают, чтобы она была просто идеальной. И потому, ребята, нам нужно немножечко подождать. Ну а теперь давайте-ка поговорим, во-первых, о Блэк Пассе, который у нас уже должен появиться 28 октября. В который докинули уже кучу просто новых тачек, ребята, скинов, которые вы прямо сейчас можете увидеть на своих экранах. Ну а сам, получается, Блэк Пасс у нас был сделан на основе сериала как раз таки Уэнс Дэй, вышедший в 2022 году. Вы можете, в принципе, увидеть это по скинам как раз таки главных героев данного сериала. Ну а также, ребята, вы видите новые машины, которые, конечно же, появятся в нашем новом Блэк Пассе, который вы способны будете забрать себе в инвентарь. Ну а уже после у нас будет как раз таки и Хэллоуин, ребята, тот самый Хэллоуин, который многие также с вами ждем. Потому что, друзья мои, именно на Хэллоуин мы видели несколько уже слитых видосов. Допустим, вот этот, где мы находимся в самом замке, ребята. Очень страшном замке, в котором, скорее всего, и будут проходить всяческие ивенты. Ну а на этом видосе мы можем заметить то, что в этот замок мы можем попасть только на телепорте. Если вы помните, ранее мы приезжали в определенное место, там рядом с Южным, там чуть левее. И именно там была та локация, в которой мы проходили все эти ивенты, квесты и многое другое. Ну а здесь, вероятнее всего, у нас будет создан реально новый замок, в который, опять-таки, можно будет попасть только через телепорт. Ну а далее про Хэллоуин пока ничего сказать нового я не могу, хотя и этого уже достаточно. Да и на самом деле, чем меньше знаем, тем больше интереса у нас появляется. Зато мы теперь точно знаем, что глобальное обновление у нас будет как раз-таки, ребята, после Хэллоуина. В новой обнове у нас будут некоторые новые работы. А также мы уже знаем, потому что нам слили информацию, что будет новый поселок, это Береговой. И если рассматривать работы, то, вероятнее всего, нам как-то уже говорили про работу мусоровоза, а также работу машиниста. Правда, вот этот скрин, ребята, это полный фейк. Но, опять-таки, мы не можем точно сказать, какие будут у нас как раз-таки работы, потому что мы не знаем, добавят ли нам поезда или же метрополитена, быть может, самолёты. Как и говорил сам Гордеев, что персонажи игры смогут передвигаться между городами на дальние расстояния на каком-то транспорте. А значит, и работа будет, скорее всего, связана с этим. Поэтому, ребята, нам нужно немножечко подождать и, в любом случае, конечно же, увидеть своими глазами, что же нас ждёт. Помимо этого, будут, конечно же, и новые тачки, которые всегда в большом количестве добавляются при глобальном обновлении. А также, ребята, будут, конечно же, новые скины. И что самое интересное, это самая система крафта, которую, вероятнее всего, многие уже забыли. Но её тоже как-то анонсировали нам сами разработчики Блэк Рэши и немножечко пока про неё мало, что говорят. Но с этой как раз-таки работы целесообразно было добавить и работу мусоровоза, а также свалки, где мы смогли бы спокойно доставать какие-то детали и на основе этих деталей создавать какие-то вещи себе в инвентарь. Круто, не правда ли? Поставьте лайк, если ты очень сильно ждёшь как раз-таки систему крафта. И сейчас, ребята, напоследок ещё хотелось бы сообщить, что разработчики подумывают о добавлении в проект реально своих домашних питомцев. Да, ребята, совсем недавно они спасли котейку, которого, конечно же, накормили и дали ему новую жизнь, нашли хозяина. Ну а также задумались, почему бы игрокам Блэк Рэши не добавить данную систему создания своего личного питомца, где можно будет им, конечно же, управлять, кормить и ухаживать. Ребята, это просто грандиознейшая идея, которую я максимально поддерживаю и очень хочу, чтобы она появилась на Блэк Рэше. И если ты также хочешь себе реально нового домашнего питомца, то поставь лайк и напиши в комментариях, какого бы ты себе завёл. Кошечку, собачку, быть может, енота или ещё кого-либо. В общем, ребята, это всё, что мне известно на данный момент о глобальном обновлении. Сто процентов оно уже будет у нас совсем скоро в ноябре, нужно немножко подождать. Ну а до Хэллоуина осталось совсем чуть-чуть, ребята, буквально 7 дней, неделька нас отделяет от Хэллоуина, от новых ивентов, от новых локаций и много интересного. Ставь лайк и подписывайся. Субтитры сделал DimaTorzok